Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вы уже видите, где работа проходит у вас на ваших внутренних личных планах, а где она проявляется энергетически внешняя или пространственно-временная. Сегодня вашему вниманию я предлагаю тему, которая очень широко осветит все процессы, которые происходят сейчас в апреле и которые будут происходить где-то до середины мая. Энергетический прогноз на апрель 2020 года. Март месяц развернулся во всю свою мощь и ударил по всему человечеству. Я имею ввиду не только распространение коронавируса на все страны, но и пока еще скрытые последствия глобальной изоляции во всех смыслах, как с точки зрения экономики, так и социума. Психика человека подвергается серьезному воздействию, которая затрагивает вопросы выживания, что тоже не остается без последствий. Мир изменится, но как он изменится, вот вопрос. И какое участие в этом изменении принимает отдельный человек, группа людей, страны и человечество в целом? От однополярного мира через двуполярный мы продвигаемся семимильными шагами в многополярный мир, говоря языком политологов. Здесь я имею ввиду не только геополитику, но и мир социальный, и мир даже духовный. Временная изоляция на карантин оставит глубокий след психики и поведении человека. Одни выйдут из вынужденной изоляции, ослабленные духом и ведомыми, а другие сильные духом и готовые действовать. Управление со стороны властей, о чем многие говорят каждый день, конечно, есть и будет. Главный вопрос в том, какие аспекты человека это внешнее управление затрагивает, и как в эти нелегкие дни сохранить жизненную устойчивость и найти пути для собственного дальнейшего развития. Итак, март с его призывом действовать осознанно подошел к концу. Думаю, что те, кто читает мои прогнозы, поняли, что это значит на практике. Если поняли не до конца, апрель расставит все точки над «и», потому что будет еще круче. Жизнестойкость и устойчивость человека зависят от многих факторов. Один из таких факторов – зависимость, вернее, относительная независимость от внешнего мира. Зависимость от информации, авторитетов, чужого мнения, семейного и иных эгрегоров. Поясню, что зависимость – это фактически безальтернативная односторонняя связь, которая диктуется извне. Такого рода зависимость рождает стереотипы мышления и поведения, которые сковывают человека и не дают ему возможности свободного выбора. В процессе развития человек, естественно, опирается на созданные его родителями, социумом и им самим зависимости, которые на первом этапе помогают ему двигаться и развиваться. Со временем развитие начинает тормозиться, потому что мир, основанный на зависимостях, обладает жесткой структурой и ограничен этими самыми зависимостями. Зависимостям противопоставлен свободный, осознанный выбор. Однако замена той или иной зависимости на свободный выбор – дело сложное, предполагающее большую работу человека со своим внутренним миром, включая замену стереотипов мышления и типичной эмоциональной реакции на творческий выбор того, что подходит человеку в соответствии с его осознанными жизненными задачами. В начале между зависимостями и свободными выборами будет соотношение не в пользу последних. Но со временем, при глубокой работе с подсознанием и сознанием, человек начнет опираться на свой внутренний стержень, на собственный опыт и познанные истины, и станет устойчивым в мире, который рушится на глазах. И если у вас нет внутренней опоры, вы можете рухнуть вместе с миром. Такая глубокая работа началась в марте, для многих еще много раньше и продолжится в апреле. Девиз апреля «Человек разумный», причем как отдельный его представитель, так и сам вид. Апрель многое изменит в нас и в мире, и результаты изменений зависят от нашей позиции, опять же, как отдельного человека, так и всего человечества. Понятно, что результаты эти будут начальными, и изменения нас и окружающего мира в любом порядке продолжатся еще много лет разными темпами. Стоит ли понимать мои слова в том смысле, что человеку придется подтвердить или опровергнуть свою основную видовую характеристику человека разумного? Да, конечно. И это всего лишь первый в наступившем веке вызов, за которым последуют еще более серьезные. Если в марте все три энергетики Великого Центрального Солнца, нашего светила и Земли, уверенно шли вверх с небольшим отставанием энергии Земли, то в апреле сложится парадоксальная ситуация, с которой мы ранее не встречались. А именно, все эти энергии продемонстрируют три параллельные линии, которые располагаются одна над другой, но энергетика Великого Центрального Солнца на общем графике окажется ниже линий энергетики Солнца и даже Земли. Что бы это значило? А вот что. Несколько лет мы говорим о проникновении высших планов в низшие. Фактически появление узлов напряженности характеризует этот процесс столкновения энергий разного диапазона и мощности, их взаимопроникновение и соответствующую перестройку. Помните, в начале 2000-х некоторые эзотерики говорили о том, что небеса уже здесь, на Земле. На тот момент эти небеса только начали свое проникновение в измерение нашего с вами существования. А вот сейчас они действительно присутствуют в нашей жизни незримо или даже явно. И это присутствие проявляет себя по-разному. Здесь хочется предостеречь вас от конструирования прямых логических связей между высшими измерениями и определенными событиями. Все не так просто и прямолинейно. Не забывайте, что преобладающее число событий вызвано нашими с вами абсолютно земными действиями по принципу причинно-следственных связей трехмерного мира. Короче говоря, не ищите в Боге причину появления и распространения коронавируса. Бог такими вещами не занимается. Бог, в нашем случае сознание планеты, устанавливает закономерности существования на Земле разных видов неживой и живой материи и правила регулирования их взаимодействия. Если какой-то из видов человек нарушает эти законы и правила, незаконно вторгаясь в ареал обитания других видов, то в соответствии с установленными правилами запускается планетарный механизм восстановления нарушенного равновесия. По моей информации, в нескольких измерениях, в которых функционирует человечество с первого по седьмое, в настоящее время присутствуют энергии восьмого, девятого и даже десятого измерений. Понятно, что высшие измерения всегда лежат в основе более плотных миров, однако в периоды стабильности определенного цикла между ними установлены своего рода печати, то есть некие границы, которые соблюдаются в соответствии с установленными законами. В начале масштабного цикла, а это наш текущий цикл, эти границы становятся прозрачными, печати срываются и высший план разворачивания цикла доводится до каждого измерения. Напоминает ли вам этот процесс начала наступления апокалипсиса, когда семь всадников, ангелов, постепенно снимают печати, после чего искаженные миры, построенные не по божественным установлениям, начинают катастрофически разрушаться? Указанные высшие измерения и несут новый план наступающего цикла в наш с вами материальный мир, сотрясая стабильные основы привычного существования. Фокус трансформации в апреле приходится на пятое и шестое измерения. Мы с вами уже говорили о пятом измерении, как о самой совершенной проекции высшего плана, доступной для понимания человеком, который по идее должен этот план реализовать в трехмерном мире. Могу сказать, что задача продвинутого сознания человечества состоит в том, чтобы не только дотянуться до пятого измерения, познать и поддерживать его своими высокими вибрациями, но и начать жить по его законам. Шестое измерение по моей классификации отвечает за передачу опыта в высшие измерения, а также обмен осознанным опытом между разными видами сознания. Процесс передачи и обмена опыта – важный момент в закрытии старого и начале нового цикла. Причем опыт может передаваться как отдельным человеком на уровне его души, так и группа людей, работающих по общей задаче. Межвидовый обмен информации по установленным планетой законам также важен с точки зрения сохранения определенного уровня равновесия между отдельными видами живой материи и выработки правил со существования при переходе на следующий уровень эволюции. Итак, в апреле более плотные измерения планеты начинают жить по новым галактическим законам, которые определяют эволюцию Земли и других планет Солнечной системы с точки зрения интересов большего целого нашей галактики. Лого Солнца при этом продолжает свое развитие и освоение высших измерений вплоть до 12-го. Интересы всех трех космических субъектов пересекаются в области 7-го и 8-го измерений, где определяются задачи человеческих душ и коллективных душ царств, животных, растений и вирусов. При этом все допущенные искажения в развитии разных видов сознания исцеляются или стираются из коллективной планетарной памяти, некоторые переводятся в архив опыта для того, чтобы освободить место новым программам. Часть человечества с высоким сознанием в той или иной степени участвует в процессах, связанных с переработкой и сортировкой коллективного опыта. В этих целях таким людям открыт доступ в хроники Акаши с инструкциями по указанной сортировке и переформатированию информационных записей, что происходит под неусыпным наблюдением хранителей планетарных законов. Отмечу, что доступ предоставляется тем людям, которые отработали свою и даже групповую карму, а потом свободны от влияния на них кармических законов. Именно поэтому эти люди способны работать с хроникальными записями и не допускать своевольных нарушений. Людям с развитым сознанием я советую в апреле обратить особое внимание на формирование более сложного процесса между верхним центром чакрой третьего глаза и сердечной чакрой. Новые настройки будут происходить по восьмерке с точкой пересечения в чакре третьего глаза. Другими словами, в апреле есть возможность научиться видеть глазами своей души. Причем не только тонко материальный мир, но и наш трехмерный. Помните, мы говорили, что март способствовал установлению прочной связи с духом и сознанием вашей души. В апреле этот процесс продолжится и даже усилится, потому что плотный мир трещит по швам. И чтобы удержаться на плаву, вам потребуется особый высоковибрационный навигатор, который проведет вас по нужному вам фарватору. Удержание высокого уровня сознания и выстраивание своего бытия в соответствии с этим уровнем может значительно расширить тела воплощения и установить четкую связь с задачами воплощения, а также получить необходимые тонкоматериальные инструменты для реализации этих задач. Напомню, что задачи многих людей в настоящее время также проходят серьезные трансформации и их необходимо отслеживать. Если кто-то из вас носится со своей миссией, о которой он узнал несколько лет назад или даже в прошлом году, поверьте, ваша миссия могла за это время измениться до неузнаваемости. Так что советую не обольщаться, а пойти и проверить, как на самом деле обстоят ваши душевные дела. Представители массового сознания в апреле сконцентрируются на работе с личностной кармой, причем в самом жестком варианте, ибо всем нам предоставлялись в прошлом возможность проработать ее в щадящем варианте. К сожалению, неспособность или нежелание некоторых людей прорабатывать кармические искажения может привести к тяжелым заболеваниям и даже преждевременному уходу. Три первых месяца текущего года были как никогда перегружены узлами напряженности, которые сделали свое дело, подготовили многомерные пространства для укоренения новых программ. Человек также калибровал свое сознание по самым высоким измерениям. В любом случае ему была предоставлена такая возможность, и кто ею воспользовался, был большой молодец. В апреле узлов напряженности в тонкоматериальных слоях не ожидается, но поскольку фокус трансформации смещается на более плотный мир, нам мало не покажется. И после марта поблажек не будет. Наоборот, требования к человеку возрастут стократно. В апреле, как и в марте, будут бушевать две стихии – огня и воздуха, которые способны закручивать огненные смерчи как в тонкоматериальном, так и в плотном мире. Огненная трансформация продолжится. Апрельская Пасха в этом году энергетически несет суть Христа не в привычном людском понимании – воскресение в физическом теле, но воскресение Его с высочайших планов Духа в теле огненном, в огненной материи Бога, которая способна сжигать все, что Ему противно. Около 20 апреля также начнет действовать стихия воды, которая растворит и унесет с плана Земли сброшенные иллюзии, искажения и неистинный опыт, а также принесет зерна для посева нового урожая. В Солнечной системе хранится мартовская ситуация, в той части, которая касается внимания галактического логоса к двум планетам-гигантам – Нептуну и Урану. Солнце укрепит свои позиции дирижера, всей системы и вернет себе руководство развитием всех планет, направляя информационные потоки к каждой планете и получая от нее необходимую обратную связь. Мне кажется, что такое изменение говорит об укреплении позиций Солнца внутри системы, то есть о том, что наше светило напиталось галактическими программами и способно действовать самостоятельно, в какой-то степени без поддержки галактики. Возможно, это еще один этап обучения нашей звездной системы. В конце марта в свои права вступило созвездие Овна, направляемое такими созвездиями Высшего Зодиака, как Цефей. Время продолжает свое уже явное влияние. И Кит, отвечающий за тотальную трансформацию. Мы уже говорили о том, что Овен управляет формированием взаимоотношений и имеет ярко выраженный кардинальный характер. За кардинальным крестом всегда стоит Дух, Воля, Бога, Первый Луч. Апрель весь пронизан огненной волей Высшего Плана, которая действует бескомпромиссно и настойчиво. Энергия Овна способствует материализации, духовной идее, то есть созданию поля воплощения. Когда душа отвечает на импульс Божественного и побуждается спуститься в воплощение пока только на ментальный план. Огненный характер Овна. Необходимое качество для превращения духовного импульса в импульс душевный, а затем в ментальный. Так Овен способствует установлению первого отклика высшего ментала человека на призыв Бога. Это и делает человека разумным, то есть в резонансе с высшим разумом. Овен также побуждает нас очиститься огнем от искаженного опыта, чтобы достичь беспрепятственного видения истинного пути. Апрель также управляется созвездием Тельца, который вслед за ментальным импульсом порождает желание. Желание во всех его фазах и совокупности с волей побуждает человека к жизни, к проявлению себя как личности, а потом как человека души и проводника духа. Первоначальное плотское желание в процессе инкарнации и эволюции человека осознается и трансформируется в устремление, которое направляет человека к осуществлению высшего плана. В эпоху Водолея происходит раскрытие общечеловеческого сознания и поиск новых способов выражения синтеза дуальности, ведущего к единству, а также стимулирование энергии Тельца всеобщего желания достичь высшего блага. Одновременно манифестируется и противоположная тенденция, укорененная человечеством, живущим по искаженным законам, отделение гипертрофированной личности от остальных и бездумное следование собственным узкоэгоистичным желаниям. Соответственно, мы вступаем в период столкновения этих тенденций в глобальном масштабе, с соответствующим разделением интересов больших и малых групп и отдельных личностей. Столкновение будет происходить во всех сферах бытия, и мы с вами еще в самом начале этого глобального конфликта. Что можно порекомендовать в этой связи? Почти весь мир находится в самоизоляции разной степени и жесткости и будет находиться в искусственной изоляции в апреле, частично в мае, при благоприятном развитии событий. Беспрецедентная ситуация для людей, привыкших жить внешней жизнью без рефлексии и самопознания. Находясь в саморазвитии, физически, в ретрите, мы можем сформировать новые паттерны мышления и поведения, которые не только не разрушат нас, но и поспособствуют дальнейшему духовному и профессиональному развитию. Посвятите это время себе. Займитесь самопознанием. Продолжайте работать с искаженными подсознательными программами. Медитируйте на баланс верхних и нижних чакр. Удерживайте фокус в сердечной чакре. Укрепляйте внутренний стержень личности и индивидуальности. Найдите время для своих близких. Посмотрите на свое окружение и тем самым третьим глазом, чтобы увидеть глубинный смысл всего того, что происходило и происходит в вашей жизни. Специально не предлагаю никаких методик, потому что у вас всех есть большая практика и опыт, который вы, находясь наедине с собой, можете эффективно использовать и даже создать собственную методику выхода из сложных ситуаций. Находясь здесь и сейчас, тем не менее начните думать о будущем. Определите, что бы вы хотели изменить в окружающем мире, в каком мире вы хотели бы жить. Если вы добьетесь внутренней устойчивости во всех измерениях своего проявления и поймете, в каком направлении идет эволюция, вы сможете сделать правильный выбор. Ищите тех, кто с вами созвучен в главных целях. Объединяйтесь со своими единомышленниками, чтобы манифестировать желаемое. Помогайте людям вокруг вас. Проявляйте внимание, терпение и милосердие к тем, кто слабее и беспомощней вас. Докажите самому себе, что вы человек разумный. Разумный с большой буквы. Сейчас самое время, в который раз вспомнить о принадлежности к роду человеческому, сотворенному Господом Богом.